Начать поиски давнего друга или дальнего родственника, с которым утеряна связь, сейчас можно с помощью социальных сетей. При этом стоит учитывать возраст человека, которого предстоит найти. По статистике сайтом ВКонтакте чаще пользуются молодые люди в возрасте до 30-35 лет. В сети одноклассники свои данные обычно размещают люди старшего и пожилого возраста. На сайте Facebook, который по большей части является международным, можно попытаться найти людей с границей. Но для поиска нужно обязательно владеть такой информацией, как имя, фамилия, место рождения, учебы, данные о родственниках. Если же в социальных сетях человек не зарегистрирован, то специалисты советуют обращаться в органы полиции. Заявление подается в ближайший отдел полиции, как правило, по месту жительства заявителя. Подается точно так же, как если это без вести пропавший, но обязательно делается поправка, что утеряны родственные связи. Дается как можно больше информации, фото, место жительства, где жил, всевозможные друзья, родственники. И заводится разыскное дело, и уже по этому разыскному делу начинает работать. При этом срок, на который вы потеряли связь с близким человеком, не важен. Будь то неделя или 10 лет, сотрудники полиции возбудят разыскное дело. Находиться в работе оно может на протяжении 5 лет. При отсутствии результатов по истечении срока поиски прекращается. Если же человек будет найден, то о его местонахождении разыскивающим сообщать лишь по его согласию.